Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю долгожданный обзор Дневной Фурии. Я её так долго ждала и очень хотела приобрести. И наконец-то случился этот день, случилось это просто шикарное, прикольное событие. И мне мои родители купили вот эту прекрасную Дневную Фурию, так ещё и с Сыкингом. Я очень этому рада. Если вам интересно, то мне её родители купили на Айвита. Где-то примерно за 4 тысячи обошлась. Конечно, она дороговато. Но ничего, ради такой Дневной Фурии я готова отдать такие деньги. Я очень этому рада. И давайте же её посмотрим и распакуем. И я очень-очень рада. Надеюсь, вы меня немножко подбодрите своим лайком. Я думаю, вы тоже очень рады посмотреть обзор Дневной Фурии. Ну что ж, давайте начинать. Ну что ж, ребяточки, давайте-ка мы рассмотрим саму упаковочку. Вот это прикольное Дневной Фурии. И, ребята, я, конечно же, так скажем, понимаю, что, наверное, это дорогая, ну, всё же цена 4 тысячи. Ну, сразу говорю, я это всё делаю, как бы, ради вас, потому что я могла бы купить что-то другое. То есть, ну, блин, ну зачем мне это, как бы... Я подумала, как бы, вы же тоже хотите посмотреть об Дневной Фурии. Наверное, хотите сериал или что-то такое, сериальчик какой-нибудь про Дневную Фурию. Ну, это всё, как говорится, ради вас. Все мои старания, вот они, вот. Что ж, давайте открывать и посмотрим сначала упаковочку вот этой прекрасной Дневной Фурии. И, конечно же, не забываем про Икинга. Так, выглядит упаковочка, в принципе, как у драконов, которые идут отдельно. То есть, такие, как Беззубик, Клевоклык, Грангеля и ещё другие. Здесь написано How to Train Your Dragon, The Hidden World, Капульчий Дракона с Картамина. Я думаю, вы это все знаете. Тут изображена мордочка Беззубика из третьей части. Такой прекрасный, красивый. Ой, ой. Тут логотип DreamWorks, конечно же, написано Капульчий Дракона. И фирма, которая это делает, Spin Master. Так, здесь у нас такой, как... Как я это поняла, у нас тут нарисовано что-то типа класса дракона. А именно класса разящий Дневной Фурии. Вот такой вот красивый. Обычно, наоборот, вот эта вот штучка белая, а знак чёрный. Но, мне кажется, потому что она белая, поэтому и белая. Скорее всего, так. Здесь у нас написано Hiccup and Light Theory, что переводится как Икинг и Дневная Фурия. Здесь на разных языках написано, что Дневная Фурия имеет такой, как механизм, точнее, как... Ну, вы меня поняли. То есть она у нас такая механическая игрушка. Делает кое-что, кое-что мы узнаем скоро. Я это уже поняла. Я смотрела некоторые обзоры. Ну, и я как бы всё уже в английском что-то понимаю, поэтому я сразу перевела примерно и поняла, что там написано. Так, здесь у нас такое, как небольшое изображение из мультика. Что-то такое. Капульчий Дракон 3. Здесь прекраснейшая Ночная Фурия и Беззубик вместе с Икингом. Вот такая прекрасная картинка. А на обратной стороне изображены сами персонажи, которые нам попадутся вот в этом прекрасном наборе. А, именно я имею в виду Дневную Фурию и Икинга. Кстати, Икинг идёт с вот таким вот мечом. Вот такая прикольная парочка Икинг и Дневная Фурия. Мне кажется, это здорово. Ну, здесь написано, что броня из чешуи Дракона. То есть, они имеют в виду, что у Икинга вот эта броня якобы из чешуи Дракона. Ну, как мы знаем, кто смотрел третью часть Капульчий Дракона, Икинг сделал свою броню из чешуи Беззубика, которая у него опадала. Так, ну, здесь всякая информация. Там, то, что дети от трёх лет, всякие знаки, безопасности, всё такое. Давайте ещё посмотрим на картинку. На картинке у нас изображено, что у меня как бы такая небольшая зацепочка, что Икинг с таким вот более оранжевым мечом. Я не могу сказать, что это красный цвет, но что-то ближе к оранжевому. А, хотя в реальности у нас, конечно же, немножко другое. У нас такой вот как жёлтый, я бы сказала, меч. Ну, вообще-то не меч, а как огонь. Хотя, мне кажется, вот этот вариант был бы лучше. Это моё мнение. И вот тут изображено, что делает наша Дневная Фурия. Она махает крылышками, и вот её способность. Ну что ж. Кстати, тут тоже есть вот такой вот знак Разящих, класс Разящих. Вот такая вот прикольная штычка. Ну что ж, коробку мы смотрели. А, кстати, снизу тоже всякая очень интересная для нас информация. Только я её привернула. Вот, правильно, всё. Теперь я всё правильно сделала. Вот так. Так, вы поняли, как устроена коробка, как всё выглядит. Что фон точно такой же, как в скрытом мире, где безобъективные фурии остались жить, и у них появились детки. Ещё обратим внимание на то, что тут тоже опять написано безопасность. Детям от трёх лет всё такое. Хотя здесь написано от трёх, а тут от четырёх. Ну, будем считать это как просто предупреждения такие. Просто каждый по-своему раздевается, как говорится. Ну вот, как я говорю, тут такая объёмная штука, что написано, что Дневная Фурия у нас махает крылышками. Да, вот такая прикольная Дневная Фурия. Давайте посмотрим, как она выглядит в коробке. Я вам её покажу. То есть, как это всё выглядит в коробке. Вот наш икинг с мячом в коробке. Вот как выглядит наша Дневная Фурия в коробке. Вот она вот такая вот прекрасная. Покажу вам вот такой вид. Вот такой вид. И, в принципе, я думаю, вы поняли. И что ж, ребята, я сейчас буду распаковывать ножничками нашу Дневную Фурию. Ребята, обязательно поставьте лайк. Я просто... Я не знаю, я очень рада, потому что я так давно ждала этого момента, чтобы распаковать Дневную Фурию. Спокойно. Давайте её распаковывать. Давайте сначала Дневную Фурию, а потом уже нашего любимого икинга. Так. Давай, Дневная Фурия, давай. Давай, давай, давай. О, это момент истины. Ребята, самое время, чтобы поставить мне лайк, нажать на колокольчик и, конечно же, подписаться. Ух ты. Так, достаю. Достаю, достаю, достаю. О, это какое чудо в берегу. Ой, она такая беленькая. Ой, я не могу, ребята. Вы только посмотрите на это чудо. Я не знаю, как это передать все мои эмоции. Блин, у меня Дневная Фурия, как я рада. Вау, вау, она такая красивая девочка. Вы посмотрите на её мордочку, её глаза. Ой, какая хорошенькая. Ребята, поставьте мне обязательно лайк, это же здорово. Блин. Вау, какая она прикольная. Вау, я никогда, так скажем, вот, чтобы вот так вот живую, до этого не держала в руках Дневной Фурии. Вау, круто. Ух ты, какая она прикольная. Ну, давайте же начнём уже обзор на неё. Дневная Фурия у нас вся белого цвета. Ну, как и положено её виду. На спине у неё идёт вот такой вот шикарный гребень. Здесь у неё идут, как я поняла, это называется плавники, часть плавников или закрылочки, как ещё называют другие. У неё отличается чуть-чуть от беззубика. Значит, потом у неё идёт продолжение хвостика, вот такое вот. Вот. Продолжение хвостика тоже вот такие, как плавнички или закрылки. Здесь основной хвост. Это такие маленькие закрылочки, кстати, у которых беззубика, то есть, которые отсутствуют у беззубика. То есть, у Ночных Фури таких нет, только у Дневных Фурий. И у Дневных Фурии более такой кругленький, гладкий хвостик. Прикольный. Так. Теперь посмотрим её мордочку. У неё прекрасная, красивая мордочка. У неё голубые глазки. И если вы хороший фанат, как я, то вы поняли разницу между беззубикой и Дневной Фурией. У них глаза даже отличаются, потому что у Дневной Фурии глаза такие, как кругленькие, как таким овальчиком небольшим. А у Дневной Фурии что-то наподобие как бы коробочки. Сейчас я вам покажу. Вот какие глазки у беззубика. А вот какие у Дневной Фурии. Я думаю, вы поняли. Да, она просто няшечка, прикольная. И теперь давайте посмотрим на её клытьки, на её ротик. Мне ещё она чем понравилась, что у неё открыт ротик. Я люблю вот таких вот, как бы, игрушек, у которых приоткрыт ротик. Потому что мне кажется, это очень прикольно. Как бы можно изучить её прям, как она устроена. У неё такой вот ротик с большим количеством зубов, что положено её виду разящих. У них острые челюсти, очень красивые. Белые клыки, такие вот. Во рту у неё просто всё белое. Ну, не удивительно. Так, давайте посмотрим её ушки. Отличие от беззубика, у неё только четыре ушка. Потому что она Дневная Фурия. Маленькие ушки по бокам. И основные большие уши. Они короче, чем у Ночных Фурий. Вот такие они. Вот. И тут такие ещё, как у Пупышечки. Такие красивые ушки. Давайте разберём её крылышки. Вот такие красивые крылышки. Они тоже меньше, чем у Ночных Фурий. И как вы, если вы смотрели мультик, конечно же, вы поймёте, что у них даже строение немножко крылышек отличается. Мне кажется, у беззубика они какие-то более большие. И как-то немножко по-другому устроено. Я, знаете, у него как у зонтика. Знаете, как зонтик. У него что-то более, мне кажется, как-то плавное. Не то, что у беззубика. У него вот тут, вот как-то, знаете, всё так, как волна плавная. У беззубика такой бам-бам-бам. Ну, такая она прикольная. Крышки у неё очень прикольные. Так, дайте перейдём к её лапкам. Вот такие у неё лапки. Ещё с таким вот небольшим отросточком. У беззубика тут должны быть такие, как треугольнички. А где на Фури? Вот тут такие тоже, как плавнички такие. Вот. На задней лапке это видно. Значит, там пузики у неё. Вот здесь такие болтики. Это чтобы игрушка держалась. Логично. Тут её номер. Лапки у неё все беленькие. Полностью. Что задние, что передние. Такая она вся беленькая. И давайте теперь я вам покажу её функцию. Это надо вот так вот за лапки. Вау! Вау! Она закрыла! Ух ты ж боже! Ты ж мой! Она лапочкой махает! Ой, лапочка какая! Лапочка лапочкой махает! Ой, тётя моя хорошенькая! Такая миленькая! Вообще, я так долго ждала этого момента. Давайте я тебе вам расскажу, из чего она, так скажем, состоит. Вот. Это вот шикарная часть хвоста. Вот досуда. Стоит из такой резины. Здесь она мягкая, тут она твёрдая. Вот эта вся деталь, включая тело, лапы, крылья. И голову состоит полностью, и вот эти ручки, и ушки, состоит полностью из пластики. То есть она такая прикольная. Вот, ну, как бы все игрушки такие, мне кажется. Она такая прикольная. То есть у неё все материалы такие прикольненькие и красивые. Мне её хвост очень нравится. Ну что ж, давайте перейдём к икингу! Так, ребята, давайте распакуем икинг. Я что-то его боюсь немножко распаковывать, потому что он очень странно запакован. То есть я как бы до этого, у меня никогда не было фигурок, вот именно людей. Я не знаю почему, но я как-то до этого не очень покупала. О, всё, получилось. Так, аккуратненько бы его вытащить. Но я не хочу его за ручки и за ножки, блин. Помощь ножниц! И, вывозись! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, икинга. Ой, ой, удачный кадр. Вау, крутой какой вообще икинг. Вау, укротитель прям драконов. Так, прикольно. Давайте сейчас я достану его приспособление. Он не стоит. Он стоит, ребята! Он стоит. Икинг стоит серьёзно. Серьёзно, серьёзно? Икинг может стоять? Просто как бы обычно... Не знаю, почему Икинг, он обычно всегда... Ну, не стоит, он просто падает. По крайней мере, я взяла другие обзоры, и у всех он падал. Я первый человек, у кого не падал Икинг. Вообще рекорд. Он такой, он клёвый. Такой, нясточка, нясточка, Икинг. Ребята, с большим трудом я достала его меч. Нам пришлось немножко испортить коробочку. Но ничего страшного. Зато я достала его шикарный меч. Так, теперь давайте будем делать обзор Икинга. Икинг у нас выглядит в своём костюме, как раз который сделан из чешуи без зубика. Как в фильме было показано, с этим костюмом он может проходить через огонь. Я это видела в начальной сцене. Вот, тут даже видно, как рельефчик такой чешуи. И такие, как голубые штучки. Как я поняла, это когда они в скрытый мир сосредоцелетели, у них стали светиться... Как бы карангель стал светиться, и вроде их костюмы. Я, честно, уже не помню. Я смотрела недавно, но я уже так забыла просто немножко. Вот, он выглядит в своём шлеме. У него крутится голова. У него тут такие вот голубые части. Здесь у него изображен беззубик. Такая штучка. У него руки двигаются. То есть он руками двигается. Чувствую я заметила, вот эта рука свободна, а это такая... Ну, она тоже свободна, просто немножко так тяжелее. У него ещё есть такие вот закрылки на ногах. То есть у него сапожок, а это у него... Как мы знаем, это его протез. Вот у него тоже закрылки, как и у беззубика. Тут у него ремешок такой, штанишки. Такие... Знаете, когда на роликах катаешься, такая защита, вот, защита. Тут тоже такая защита. Шлем прекрасный. И он сгибает ещё ноги. То есть его можно посадить. Ну, как можно посадить, а не можно? Ну, посадить его можно. Факт остается фактом. На дракона, я знаю, точно его можно вроде посадить. Но именно на беззубика из этой коллекции. Я не знаю, как на моего, я попробую. Так, сзади он выглядит почти так же. Тут у него номер. Вот его, так скажем, нога. Всё его приспособление. Здесь у него как крылышки, чтобы он летал. То есть он их сделал в третьей части, и они тоже у него открываются, и он тоже может летать. Такой костюм. И здесь вот, вот среди этих крылышек, видны такие, как зубчики, как у беззубика. Блин, ребят, вам не видно, но... О! Вы видите? Зубчики. Поверьте мне, на слово они есть. Вот такой прикольный у него. Тоже такие, как у беззубика. Такая чешуйка. Вот его тут глаза. Прикольный очень Никинг. И есть у него ещё меч вот такой вот прикольный. Вот, сейчас я вам его вставлю. Попытаюсь вставить. Давайте я вот так вот руку сделаю, чтобы вам было видно. И попробуем ему вставить меч. Вот он с мечом. Прикольно, вообще круто. Опа. Опа. Теперь попробуем их поставить, как на коробочке. Попробуем, я вам повторяю. Может, так сделать? Он не стоит. О, тихо, 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 тихо. Нет, нет, дневная фури, ну зачем? Вау, ребята, смотрите. Вот прям шикарно. Шикарно. Вау. Там вот Икинг и дневная фури прям вот как в коробке, вот на коробке точнее вот показано. Вот они стоят. И вот такой же кадр вот я почти засняла. Точно такой же шикарно. Дневная фури и ещё няшный Икинг. Ну а давайте посмотрим теперь того, так скажем, кто, мне кажется, больше всего ждал дневную фури и Икинга. Давайте посмотрим нашего Беззюбика. Мне кажется, Беззюбика, он больше всего ждал дневную фури, ну мне так кажется, по крайней мере, давайте. Вот я хотела их сравнить. Как они? Ну, кстати, они довольно-таки неплохо смотрятся вместе, я так скажу вам. Я хотела купить отдельную дневную фури, но она мне не понравилась. И не зря я купила эту, потому что вот она с ним, они очень хорошо сочетаются. А Икинг, ну вообще братья, вот родные души, вот я прям вижу, что прям вот, вот он для него создан, вот, вот, вот. Прям вот как знали, что я куплю отдельно Беззюбика и Икинга с дневной фури. Шикарно. А что будет, если посадить? Ребята, перед вами боевая команда. Икинг с Беззюбиком. Дневная фурия. Вот так вот шикарно сидит на Беззюбике Икинг. Мне кажется, вот у Беззюбика тут специально ничего нет, никаких шипчиков, чтобы можно было сажать такого Икинга. Ребята, это просто вау, мои эмоции просто переполняются. Я, конечно, на камеру их еще сдерживаю, но вот, ой, я не могу это сказать, дневная фурия Икинг, вот, и с Беззюбиком, вот, шикарно. Вообще круто. Если вам это понравилось, ребята, вот обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, пишите комментарии, понравилась ли вам дневная фурия, есть ли у вас такой наборчик про дневную фурию. И всем пока, ребятки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok